Сергей Станинславович не был главным. Ты часто чуешь от Ермолы фразу «Да, не тому я повязку оставил». Ермола может Петрушку с любого сделать. Левонку – это, знаешь, «Глаз народа». Только приехал, блин, какие песни, не хочу ничего петь. Вы им наваляли? Ну, это я не знаю, такие вопросы. А как можно было так обесраться? Много кто спросил, когда в этой программе будет чиновный футболист. И вот он перед вами. Сергей Сидорчук, капитан Киевского Динамо. Привет. Привет. Ты смотрел программу? Да. Серьезно? Почти со всеми посмотрел. Тебе нет, что делать, конечно. А сегодня будет сюрприз. Я бы начнем не так, как со всеми. Хочешь? Давай. Анкета. Давай. Последний раз, я помню, мы еще баловались. Это, наверное, в школе мы заполняли. Не знаю, помнишь, что были тетради? Да. Ну, такие вы в школе. А хотя бы молодь сучасная, просунутая. Такого не заполняла. Питание, шутка, отвечаешь на питание. Выбер будет. Карты или PlayStation? PlayStation. Пиво с раками или вино с сиром? Пиво с раками. Чай или кава? Кофе. Блондинка или брюнетка? Шатенка жена. Я могу сказать, что она тоже смотрит на него. Шатенка. Роллинг Стоунс или Монатик? Монатик. Кавказская полонянка или Титаник? Кавказская пленница. Английская премьер-лига или Ла Лига? Английская премьер-лига. Месси или Роналдо? Месси. Великий футбол или про футбол? Я не смотрю. Не то, не то. Теннис или баскетбол? Теннис. А какой теннис? Великий. Великий теннис. Алла Бублій или Саша Лобода? Саша Лобода. Мерседес или Ламборгини? Мерседес. Айфон или Самсунг? Айфон. Ясно. Бачишь, дружина Шатенка, а выбрал Сашу Лободу. А вона Шатенка? Ну, похоже. Если смотреть на фотографии, то уже не похоже на твое. Молодец. Будешь играть. Сергей, ну давай згадаем этап твоей карьеры, наиважливейший, напевно. Да? Если бы мы закончили айфон или самсунг вопросом, а какой у тебя телефон был, когда ты переходил в Запорожье в Динамо Киеве? Запорожье в Динамо Киеве? Айфон. Айфон? Ну, это был пятый, по-моему, только когда пошли. Да, пятый, пятый айфон. Только живой все ты сразу купил? Нет. У меня был еще до айфона, мне очень нравилось. Реклама у вас не оплачивается. Давай. Нокия E71 у меня был белый, он такой как BlackBerry был, то есть и клавиатура, вот мне он очень нравился даже. И потом, когда у меня был, начинал я с айфона, с четвертого, первый был четвертый айфон у меня. Наверное, с четвертым я приехал все-таки. С четвертым занял, да? Я думаю, да. С четвертым айфоном. И мне было очень неудобно, и мы с женой, с моей, тогда еще девушка, она меня научила пользоваться там WhatsApp, я вообще не знал, что это такое. То есть и потом, когда начал, ну, уже начал понимать, что, ну, то есть айфон понял, что это телефон. Ну, хотя и Samsung пользовался даже вот где-то полгода назад. Тоже жена дарила на день рождения мне Samsung. И сейчас у меня есть последний Samsung. Но я им практически не пользуюсь. И так для детей сейчас и второй номер мой, который никто не знает, и дети смотрят мультики. А ты гоняешься вот за гаджетом и любишь гаджет? Не могу сказать, что я гоняюсь, но проблема в том, что, когда обновляешь старый гаджет, и он начинает хуже работать, я думаю, хочешь, не хочешь, потом приходится покупать новый. Сейчас на десятый айфон не настав? Так, если выйдет передача до Нового года, может, жена посмотрит, может, сообразит мне какой-то подарок или под подушку или подъемку. Серега, ты переходил из Запорежья в Динамо. Ты можешь знать, как это произошло? Да. Кто запрошивал, как переход произошел? Я разговаривал напрямую с Игорем Михайловичем Суркисом, то есть президентом. Мне там было на тот момент 19 лет, когда мы разговаривали. Он спрашивал, хочу ли я или не хочу в Динамо Киев. Ну, то есть такие вопросы по телефону. А еще до того, еще до того, как Макс Коваль перешел, мой друг, то есть на наши игры приезжал сейчас генеральный директор из «Очих аналитов», и он постоянно вспоминает истории там в Испании, как он смотрел на сборах. Ну, на сборах мы были. Получалось, в Запорожье даже… Металлурх ездил в Испанию на сборы вместе с «Динамо Киев», и он ездил, смотрел просто украинские команды. Ну, и то, что ему там понравились футболисты, он рекомендовал их. Вот так все переходило. А именно сам переход, ну, были разговоры около месяца, наверное, два месяца до того, как я подписал контракт. Но, как мне кажется, в Запорожье, тогда Царство Небесное, большую роль в этом сыграл Заяев, помните? Да, он тогда работал в Запорожье. Он не тренировал, мне кажется, он уже был… Ну, так, ему это тренировать уже было неинтересно, он больше такими занимался вопросами там… Ну, как, наверное, как начальник команды был в советские времена, он, наверное, больше такими вопросами занимался. Все, я помню, как мы собирались на базе в Запорожье. Ну, там раньше приезжал, кто… Садились, там у нас была лавочка такая, ну, так друг напротив друга сидишь перед входом в базу, и он постоянно тоже рано приезжал, и получается, там, то на пистолетике присядет десять раз, то там, ну, он зарядку вообще… Я точно не скажу, сколько ему лет, наверное, за восемьдесят было чуть-чуть, но я таких людей энергичных не видел в таком возрасте. То есть он говорил, я вам тут ковры на базу привезу еще, там, и приседал на пистолетике, да. И так получилось, что он договорился… Ну, вроде, как договорился о том, чтобы мы с Цуриком переходили в «Динамо-Киев» и через… Ну, я точно не помню, и разбился на машине, получается, что он ехал по трассе Запорожья и в Крым, в Симферополь ехал, и разбился недалеко от Мелитополя, там, да. Тобто вы без агента были, ну, как агент заявил выступал, так? Нет, были, был человек, тогда был Денис Галушка, и… Ну, как бы, ну, я думаю, что тоже, возможно, благодаря ему тоже. Я не знаю, я до конца не знаю, как все там получилось. Мне просто позвонили и сказали, чтобы я был 21 декабря 2012 года в Киеве для подписания контракта. То есть мы приехали, подписали контракт в этот же день, поехали обратно в Запорожье. Ну, я думаю, что да. Денис Галушка сыграл тоже сыграл. Тогда в Динамо главным тренером был Олег Блохин. А ты можешь рассказать свою первую встречу с Блохиним? Ты говоришь, что запрошивал Игорь Суркес. Блохин знал такого футболиста, как Сидорчук? Ну, могу так сказать, что начиная с первых сборов, там, у меня как-то так, то я заболею, никогда такого не было, то температура, то еще что-то. И первые сборы так смазанно прошли. И на вторых сборах уже начал тренироваться, то есть… Нет, даже в конце первых сборов мы сыграли игру. Я даже не помню, я не помню, с кем мы сыграли. Я играл в центре с Вилозу и с Кранчером. То есть, и получилось так, что как можно подыгрывал им больше. Ну, не то, что подыгрывал, а старался ничего не выдумывать. И так игра получилась неплохой сама по себе. И после первых сборов, то есть, с Олегом Владимировичем, ну, он вызвал меня, мы поговорили, он сказал, что я остаюсь в расположении команды, но на большое количество игрового времени, чтобы я не рассчитывал, потому что очень большая конкуренция. Для меня важно было тогда остаться, ну, зарекомендовать себя в «Динамо». И, я думаю, это сказало свою роль, то есть, в будущем. Вот, вы разговаривали с Блохиним один на один. Да? Вин запросил тебя в номер свой на базе. До того вы не спілкувались? Прям тет-а-тет не было общения, потому что я понимаю, что, ну, было очень много футболистов, в том числе и молодежи. Но в то же время я могу ему сказать только огромное спасибо. Если у вас есть такой вопрос, какие у вас отпечаток остался от работы с Блохиним, у меня только самые положительные качества. Это человек, который дал мне дорогу в «Динамо» и поверил в меня. Плюс его вот такие именно человеческие качества, которые помогают молодежи. Я помню, он меня постоянно успокаивал. Мы играли первую игру. Я играл в Лиге Европы. Мы играли с «Рапидом». И он меня постоянно успокаивал. Постоянно успокаивал. Ему даже не кричать, на меня не надо было не заводить. Он меня просто пытался успокоить себя. Сколько раз при тебе Блохин рассказал историю и сгадыванием «Золотого мяча»? Его «Золотого мяча»? У меня было такое, что там идет разбор игры. Я помню, что Армола не забил тогда какой-то момент. Он говорит, а я брал под правенькую и забил. Вот так он мог только сказать. Просто много про Блохина говорили. Его называли царем в команде, в клубе. Он всегда говорил «Я». Очень много «Я» было. Ты такого не вспоминаешь. Я не утверждаю, что Блохин, до речи. Блохин. Не мав права на «Я». Я этого не утверждаю, до речи. Это мой кумир детства. Так, на секундочку. У меня еще другие кумиры детства. Но я знаю историю футбола. И для меня он был авторитетом. Но я не могу сказать, что сильно много «Я» было. Авторитет был неприкасаем и точно. Правда, что тренировочный процесс у Олега Владимировича проходил в следующем случае. Он сидел на лаву запасных. Кава, сигаретка. А процессом занимались асистенты. Это, до речи, цитата. Нет. Ну, не всегда так было. То есть, то, что касается кофе и сигаретки, это могло быть после игры, если основной состав играл. Допустим, на следующий день у них восстановительное мероприятие. То там ребята с дубля и те, кто не играл. Ну, у них тренировка полноценная. И он мог выйти. Да, руководили процессом помощники. Но большинство тренировок он проводил на ногах. А историю в Полтаве, когда Беляшем его кинули, вы как сприймали? Вот команда, как на это реагировала? Я вообще не видел. Я из интернета все узнал. Но в команде, то есть, я не могу сказать, что кто-то там сильно смеялся. Просто это, опять же, показывает культуру нашего болельщика. То есть, заслуженного человека кидать. Да вообще, обычного человека кидать Беляшем. Это вообще верх какого-то невоспитанности. Ну, а в команде по этому поводу ничего. Заходишь в интернет, сейчас в инстаграме где-то. И везде фотографии Олега Владимировича с Беляшами. Он там на базаре продает Беляши. Но у нас в стране, я говорю, чуть-чуть где-то подхватили и разнесут так, что чего было, чего не было. А ты знаешь, сколько жёлтых карток ты отримал в чемпионате Украины за карьеру? А как думаешь? Сорок, наверное. А, тридцать пять. Ну, немного ещё. Небагато? Нет, я недавно читал за футболиста, за Даней Парехов. Даней Парехов? С Валенцем? Да. У него за сезон по девять карточек в среднем получается. А ты знаешь, что в болевальнике Динамо, когда сперефразовала знаменитую фразу Карла Анчелоти про то, что с Роналду в складе Реал начинает каждый матч с рахунком 1-0. Он написал, что с Сидорчаком в складе Динамо начинает матч с одними жёлтой карткой. Если посмотреть даже вот этот сезон, который я там не доиграл, то тоже достаточно много жёлтых карточек. Но жёлтые карточки были, то есть уже не было такого, что там за какие-то откровенные грубости. Была там одна только карточка была такая, что её можно назвать бестолковой, когда я выбил мяч. А так не могу сказать, что я грубой играю или ещё что-то. Вот в жизни Сергей Сидорчук и на поле Сергей Сидорчук абсолютно две разные люди. Звитки стильки жёрсткости на футбольном поле? А у кого мне учиться надо было? У нас тренер первый был защитник. И изначально я играл не центрально, а тогда был передний защитник, ещё когда мы играли. То есть Либер играл и все? Да, да. Я играл переднего защитника и он меня называл, ну ещё там этого нету, в интервью он родителям моим говорил, что он меня называет утюжок. А что касается вот этого, что жёсткости много на поле, он тоже постоянно учил, говорит, на поле ты должен быть наглым, агрессивным таким, а в жизни таким, что уступать в трамвае место. Он всегда говорил, вот это школа, наверное. Утюжок? Да, утюжок. А что утюжок? Ну потому что я не вставал с пятой точки. Тут можно говорить, что с жопой не вставал. С жопой не вставал. С жопой не вставал. В тобой три червоне картки в карьере. Да? Да. Ни одной прямой? Есть одна прямая. Я играл за Металург против Днепра. Так. Металург, Запорежье, Днепро – это дерби, это принциповый матч. Да, и я, получается, пошел в подкат Боготенгу. Потом рассматривали, мне три игры дали, да. Пошел в подкат куди? Боготенг. Помнишь футболист? Боготенг, да, помню, я помню. Хороший футболист был. Да, и мне дали красную карточку прямую. А Боготенгу что? Ничего. Все нормально? Да. Не, все нормально, но я там действительно шел, получается, он поставил опору, но слава богу, что я ему не сильно попал, но я шел вот так, ну, то есть с прямой ноги, и слава богу, что не попал. Ты пришел в Динамо, ты уже вспомнил, что твой первый матч был на сборах, и разом с тобой в центре поля играли Кранчер и Велозу. Два футболиста, я знаю, кто из вас трех наибольший бигов. Ну, да. Легко, да? Да, да. Когда Велозу был последний год в команде, во-первых, он готовился на чемпионат мира 2014 года, да? Да, на чемпионат мира готовился, он за полгода он похудел на 8 или на 9 кг, то есть у него был тренер, какой-то по физподготовке, он постоянно в зале, постоянно в зале был. И он, чтоб ты понимал, он набегивал, вот этот год последний, который он был в команде, он набегивал больше всех, больше всех. Не единственный футболист к нему даже там, по-моему, на 800 метров не мог приблизить. Да. Вот кто из того зарядного десанта легионеров, которые при Блохинне пришли в команду, найкраще умею адаптуватися? Мбакані. 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 Да. Я думаю, если бы Юнес остался, ну, Беландана долго и Тремуллинас, это были бы тоже топовые футболисты даже по европейским меркам. Давайте сначала про Мбакані. Мбакані тоді, и Мбакані зараз, після повернення Динамо, ну, я знаю, что он должен был переходить в Олимпиакос, про все было домовлено, там, всі умови, трансфер на вартість, особистий контракт, но в силу там обставин, я не буду говорить зараз, каких обставин, он не перейшел, так? Обставин связаны с медоглядом. Мбакані тоді, и Мбакані зараз, они сильно відрізняются? Для меня это топ нападающий, серьезно. Если бы просто, я не знаю, когда его заметили и кто его заметил, но если бы он раньше приехал в Европу, я уверен, что это был бы нападающий уровень, там, Манчестер Сити, Манчестер Ну, ты знаешь, что он достаточно долго играл в Андерлихте и забывал очень много в Бельгии. Единая проблема, про которую говорили, относительно Мбакані целый характер. Ну, характер. Вот, в каких характерах Мбакані? В раздягании, в каких характерах? Нет, это, на самом деле, это очень компанейский человек, то есть, может, у него внешность обманчива, конечно, но он очень, очень компанейский, то есть, и он разговаривает постоянно, вот я сейчас травму получил, он со мной постоянно разговаривает через переводчика, там, советовал, куда мне лучше ехать, восстанавливаться, в том плане, там, спрашиваешь у него за детей, он отвечает, сейчас он там хочет получить вид на зрительство в Бельгии, то есть, он все это рассказывал, то есть, в быту он достаточно компанейский и простой учитель. Ну, я про Тремолінас хочу запитати, про тренування. Вот, я, когда узнавался, мне тоже интересно, что так, что такая ситуация, что Тремолінас не заграв в Динамо Киеве. Я помню еще из Бордо, еще давно-давно, когда писали, что это новый Бешентель и Заразю, и Бавария его вела. Я прекрасно помню этого футболиста. Ну, мне рассказали историю, что, ну, Ермола на тренувание, ну, просто с Тремолінаса, Петрушко робил, он просто знущался. Особливо, там, вправо, когда один в один, ну, ну, все. Ну, давайте начнем с того, что Ермола может Петрушку с любого сделать, да, это. А что касается Тремолінаса, я помню, как сейчас, когда он приехал, и что меня удивило, что у всех, ну, там, во Франции, да, в этих европейских чемпионатах у них отпуск очень длинный. Ну, летний, я имею в виду, что месяц. И он к нам приехал, если я не ошибаюсь, в июле месяце или в августе. То есть мы тут, не, в августе, он почти перед сентябрем, наверное, в августе, наверное, приехал. И вот это все было там про переходы, про это. Но он приехал к нам. У него наши денситометрию мы делаем, проверяют у нас там жир, содержание воды в организме жира, мышечная масса. И вот он приехал с денситометрией, там все за голову взялись. У человека 4% жира в организме. То есть он полностью, у него мышцы и вода там. Полностью. Я не знаю, сколько. Ну, вот, если так сравнивать, у Гармаша 6. Вот, даже так брать. То есть у него 4%. Он физически очень сильный. Левая нога хорошая. И я не знаю, почему у него так не пошло. Но потом в Севилю пошел. И он в Севиле играл до травмы очень хорошо. То есть я говорю, что Тремулинас тоже очень хороший. Ты же вспомнил матч с Рапидом. Да. Один для него, один из показовых матчей був Тремулинаса. 2-2, да? Когда он играл? Да, 2-0 первый. Ему же тогда досталось очень пристойно. Один из таких маркеров був по его ревню. Ну, дивись, вот ты хвалишь всех, пока что все позитивно. А вот ты можешь сказать, найважчого спілкувания легионера? С кем я не общаюсь. Ну вот, с кем никто не спілкувался. Нет, я могу сказать… А вот для тебя найважчий. Для меня… Ну, я… Вот в коллективе. Найважчий в коллективе футболистов в Киеве. Для меня была Аруна. То есть мне с ним вообще не комфортно было даже на поле. Понти, Лукман. Ну, кто же забудет. Ну, вот. Ну, есть такие вот просто… Ну, вот… Люди… Такие, которые… Тебе не то, что неприятно, тебе с ними тяжело находить общий язык. Вот мне с ним было очень тяжело. Я когда на Аруну дивлюсь, у меня чисто визуально… Ну, у меня сразу вот Боб Марлі. Боб Марлі и такой тотальный релакс. Ну, вот он… Если напрягался, то напрягался очень редко. А правда, что в тот период, так, когда же много иноземцев было, причем иноземцев таких, ну, именитых и недешевых, много напруги было в коллективе между украинскими футболистами и иноземными? Напряжение было, ну, достаточно только потому, что, ну, тот период застал еще потому, что команда, считайте, новая была, да, по сути там, если ты помнишь, летом пять футболистов подписали, зимой четыре футболистов, то есть девять человек. Плюс постоянная текучка. В этом была проблема общения, именно сплочения коллективов. В этом, может быть, да. Блухин сказал свое восстание слова «Эк-тренер» на Твиполе? Ну, я сейчас только читаю с интернета, что у него там есть предложения или разговоры по поводу там африканской борьбы. Я думаю, что он еще может потренировать. Динамо, он бы был еще полезным? Ну, не ранее его извольнили, как ты думаешь? Ну, это я не знаю, не такие вопросы. Окей, давай я, конечно, спитаю. Вот пишу Блухин, так? Выконачим боязков стал Рыбров, его помечником стал Рауль, який был у Блухина тренером по физпідготовцам. С приходом Рыброва и Рауля команда вычула новый импульс. Ну, вот я хотел по этому поводу сказать. Когда что-то меняется, волей-неволей чувствую, что новое дыхание, новое веяние, новые тренировки, это все становится такое интересное все. Потому что новое, да? И, если помнишь, мы тогда только Олег Владимировича убрали, и мы там буквально через месяц, наверное, через три недели выиграли Кубок Украины. Кубок Шахтеря выиграл, да? Ну, понятно, что это, мне кажется, это больше дело в психологии, то есть и психологически помогло. Вот эта команда, которая выиграла Кубок Шахтеря, это была Динамо Рыброва, или еще Динамо Блухина? Старие Дриджи, или уже вот новые веяния працивали? Ну, я помню, что даже Сергей Станиславович говорил после финала Кубка, что это не до конца его команда. Большое спасибо Олегу Владимировичу, что подготовил. Рауль сильнейший как тренер физподготовки или как помощник главного тренера? Он тогда очень много нового давал. Помощник. Помощник? Ну, он как помощник очень сильный, да. Он тогда сразу на базе перемалював там розмитку, так, на полях тренувальных? Да, у нас только недавно стерли. Так мы сейчас в сборную приезжали, у нас тоже там розмитка Рауля. Я говорю, что это твое дело. Да, да. Коридоры, это все, да. А кто был главным в Динамо? Рыбров или Рауль? Сергей Станиславович. Сергей Станиславович. А Леоненко, говори, что Рауль? А Леоненко не было тогда в команде, чтобы ему сказать. Ну, он легенда, он эксперт, он видит. Не, ну, видит. Видит со стороны, я тоже. По-другому вопросу поставлю. И вот эта вот поведенка Рауля на лаве запасных такие разговоры спричиняла, что, небы, он керует. Вот Рыбров занадто спокойно в своей поведенце, а Рауль, наоборот, фонтан эмоций. Я говорю, это как есть, когда детей воспитываешь, добрый и злой полицейский. Но я не могу сказать, что у Рауля, ну, у него, наверное, подход такой именно к футболу. То, что вот он первый тайм, он все смотрел первые таймы. Даже в сборную он сейчас смотрел все первые таймы, он смотрит сверху там, потому что, ну, он говорит, что сверху видно все там, как команда перестраивается. Но бывало такое, что он даже первые таймы не мог досидеть. То есть мы так играли, что он мог спуститься на 20-й минуте. Раньше спускался. А что касается того, что Сергей Станиславович не был главным, ну, это, ну, я не могу ничего по этому поводу сказать, потому что это, ну, это вообще не так. Все решения, которые принимались по футболистам, я уверен, что их Сергей Станиславович принимал. Я не знаю, как там было у них в отношениях или еще как-то, но я уверен, что Сергей Станиславович был. А как команда реаговала на вот такую вот поведенку Рауля на броске? Мы играем, допустим, вот у него такая, почему-то у него такое поведение было. Если мы сыграли хорошо, он после игры в раздевалку приходил, всех валил, все это спокойно и все. И на следующий день он такой разнос устраивал просто, я не знаю, он, ну, вот Сергей Станиславович начинает говорить, что это теория, по тренировке сказал и все. И тут Рауль, есть что сказать? Есть. И как давай на пять минут, как давай чехвостит. Это после хорошей игры. Если мы плохо игру сыграли, проиграли там, он после игры подходит, обязательно всем руки жмет и на следующий день он ищет, они ищут моменты, вот они, я уверен, наверное, посадились после игры, искали хорошие моменты, специально показывали хорошие моменты для нас вот после плохой игры. Но я думаю, что это скорее у Рауля такой подход был, потому что он, ну, он учился на психолога там и еще, и там может с точки зрения психологии было очень правильно. Как ты принес поразки? Ну, я не могу сказать, что бывают разные поражения. Допустим, после чего-то Европы, когда мы все, что можно там проиграли, то очень, очень долго, наверное, я переживал месяца четыре, наверное, еще пять после чего-то Европы. И то есть только тренировки помогают тебе выходить из этого. А почему это проявлялось, твои переживания? Ты передивлялся в видео? Нет. Прокручивал в голове? Я вообще стараюсь не смотреть. Если плохая игра, хотя говорят, очень важно посмотреть игры, но когда я футболист, ну, пока еще действующий футболист, то я стараюсь не смотреть плохие игры. Могу посмотреть момент, в котором я ошибся, но плохие игры стараюсь не смотреть, потому что ты это все пережил. Вот я до сих пор не смотрел игру с Янг Бойс там, ту, которую мы там проиграли. До сих пор не смотрел травму, да, которую я получил. То есть, ну, мне просто это как бы не хочется… Не хочешь загоняться? Я не хочу вспоминать то, что уже было и было плохое. Хорошие моменты, да, я могу посмотреть там. Знаете, есть много видео там, где жена снимает там дочку, когда она там начинает ходить, начинает говорить вот такие моменты, такие видео я могу посмотреть, но то, которое она гоняет в грусти, то есть и не хочу смотреть. Голд Днепру, сколько раз я виделись? Ну, это именно Голд Днепру, ну, наверное, раз десять, может, посмотрел, пять-десять. Ты знаешь, что я заявил в разговор про невдачу? Розкажу одну историю тем, кто нас смотрит. Нещодавно было зиграно, знаменитые руршские derby. Боруссия Дортмунд приймала шальки, до середины первого тайма вела 4-0. Все кричали шалься, нуль фір, знущались над ним, пили пиво, в перерві святкували, уже обнимались, уже Боруссия выиграла. Потім сталася ничия 4-4. И після того руршского дербі дуже важко было Андрія Ярмоленко. Після матчу ти позвонив Ярмоля, підтримати його психологично. Після каждого матча зезвонюєтесь. Я просто знаю, що він дуже боляче невдачі переживає. И насправді подзвонити йому, дозвонитись йому не так просто. Ти наважився, при тому що був ризик потрапити під роздачу, під нехороші слова. Я зараз расскажу, як це все було. Ну, ми сначала почали переписуватися. Ну, коли він почав мені відвичати на переписку, ну, вже можна було позвонити. Понятне, що якщо він відвичає, то можна вже звонити. Але знає його, як він виходить з цих. І після Пів'європи, я знаю, після пораження, які тут були. Динамо, Київ. Він сам себе і аналитик, і все, і він все прокрутить тисячу раз. І що був не прав, і голову себе пеплом посыпає. І виходить сам. Ну, т.е. він дуже переживає. Це не тільки касається футболу. Будеш ти з ним грати в различні гри, там, в теннисбол, в пляжний волейбол. Последній раз играли на зборах в Австриї. Він теж там, ну... У нас там... Играли в пляжний волейбол і нам. І Михайлович, наш начальник научной групи. Козлов. Да, він играл в волейбол, там, в юношестві, там, я не знаю. І, получается, ну, ми граємо, як ми граємо в волейбол, там. Можна... Ми ж не знали, що там є 4-я зона, там, какая-то 3-я. Це пляжний волейбол, ми просто. І там хтось... І він ударив, по-моєму, йому підкинули. І він біжав з задній ліні і ударив. І Михайлович говорить, що так не було було бити. І вони там, як завелися за цей, що не було бити. Але я кажу, що він во всі ігри, в які грає, там, він во всі ігри старається виграю. В ФІФА, там, ОФ, Плейстейшн, во всі, то есть, во всі... Ну, от йому тяжело виходити з таких, вот, когда, вот, действительно, пораження больно. Я його знаю, і йому дуже тяжело виходити з таких. А як вийшло так, що запорізького хлопця найкращим другом «Динамо» став чернігівський хлопець? Ну, це все общение. Я не можу сказати. У меня «Динамо» і Макс Коваль – тоже мій лучший друг. Так получилось. Це все общение. Ну, як, вот, с чоловіком общаєшся, да, він приятний. Там, потім познакомились його з сім'єю. То есть, сім'я где-то, ну, не то, що похожа, а просто, как, вот, обычні люди там. Там, його родители, мої родители. Так і рознакомились. Потім много времени Макс уїхав в аренду. Ми ходили троєм, четверо без нас, ще, коли Рома був. То есть, все время були четверо. Потім Рома уїхав в Днепр, Макс уїхав в аренду. І так получилось, що ми вдвоєм остались там. Потім в сборні только вдвоєм. І так на цьому фоні там і здружились хорошо. Мені цікаво, ви можете спокійно вийти в місто, там, десь в ресторані посидіти, поїсти? Чи прогулятися по місту? Спокійно. Сейчас я не знаю. С ним сейчас я не знаю, но я спокійно могу. Не налетають? Не, я абсолютно спокійно. Это, я говорю, сейчас интересно, как он прийдет, как с ним вийти. Вчинок Андрія під час матчу Україна-Словаччина, так? Ця футболка з надписьом «Сидар Мистобоя». Він, знаю, тебе не залишив незворушним. Ну, я скажу, что мы прилетели только с операцией. То есть у меня нога была закутана так. И включил футбол, посмотрел молодежку. И потом включил этот футбол, Украину. Включил, смотрел, лежусь я смотрю, что-то смотрю. И он забивает гол. Но я сразу увидел, что у него под футболкой, у него белая футболка. То есть под игровой футболкой я сразу. Ну просто он обычно, ну не то, что обычно, он всегда практически одевает, когда холодно уже так. Он одевает под низ какую-то, он синтетики такие, не любит, он хэбэшку всегда одевает. Ну я думал, может, обычно. А потом, когда он забил, когда поднял, да, это я говорю, что эти, ну... Ну это поддержка в первую очередь. И ты понимаешь, что тебя и помнят, и с тобой. Ну то есть я не могу описать это словами. Это просто грандиозная поддержка, которая на тот момент сыграла большую роль. Ты сам думаешь о футболке с дружиной? Были и мои родители, получается, и жена. А жена как раз этого момента не увидела. Она потом прибежала, уже в повторах увидела. Но там и у всех женщин, то есть у мамы. У Анина и мамы там глаза на мокром месте были. И я такой, у меня... Ну я тоже сентиментальный, и у меня тоже так... Думаю, чтоб чуть-чуть и проскочила. Ты сентиментальный, да? Да. Слушай, ну, как сентиментальный человек, скажи мне, ты часто чуешь в Дермоле фразу, да, не тому я повязку оставил? Да, очень часто. Очень часто. Ну... Ну я коровысь, да. Вот так, как сейчас, как ты сказал, я заулыбался и все смешно. Коли он тебе травит, ты тупишь? Не. Ну бывает чуть-чуть, конечно. Если он этот и, как говорят, сразу в лоб, то, конечно, ты тупишь в ступор. Первый момент, я думаю, блин... А потом уже, когда он тебе постоянно говорит, думаю, что уже все равно. Кто кого частейше может приторвать, ты его, или он тебе? Ну... Чаще он меня, но я тоже не отстаю. Угу. Скажи мне, ты капитан, который много разговаривает в раздягальне? Нет. Почему? Вот каким ты для себя видишь идеального капитана команды? Я... Ну я говорил, уже по поводу капитана столько вопросов было и... Я не знаю, я даже не сжил с этим человеком. То есть, ну мне почему-то... Я смотрел про него документальный фильм. Мне почему-то очень нравится, как колото все... Вот... Динамо, капитан. Я читал твое интервью, да ты назвал колотого. Я аж дурочи сдавывался. Звитки... Я смотрел, я говорю, для меня почему... Ну, у нас массажисты, которые работали в то время, да, есть... И вот они рассказывают его характер. То есть, это был вот в жизни такой спокойный, скромный. А на футбольном поле это такой был... Заводила, но он тоже много не разговаривал, говорят. Он просто своим примером все показывал. Ну, зараз же час трошки меньше, значит... Ну, я говорю, то, что меня поразило, я про документальный фильм... Я смотрел то, что Рубин, да, ФК Рубин-Казань снял про него фильм документальный. ФК Рубин-Казань? Да. Да. Это ты был раз в ФК Рубин-Казань? Да. Почему? Да. А ты зараз, ты зараз працюешь с иншим легендарным капитаном Динавы? Да. Как бы не было. Хаткетин? Да нет. Олег Романович. Олег Романович. Ну, я не знаю. Ты знаешь историю про то, как Олег Романович играл в футбол? Ну, знаю. Когда Олег Романович подключался правым флангом и кричал «дай», ну, можно было что не дать. Но когда Олег Романович подключался правым флангом и кричал «дай, б***ь!» И если ты не дали, то потом в роздягальне могло прилететь от Олега Романовича. Ну, это я не слышал, да, за эти историю. Потому что у него была корона, забегаю, он кричал постарше. Олег Лужный как тренер. Он такой же жесткий, как Олег Лужный как футболист? Думаю, да. Думаю? Да. Но я же не играл с ним в футбол. Только могу слышать. В роздягальне, как он все поводит. Я знаю, я уже читал интервью, в том числе твою, про то, что там в перервах этих знаменитых матчей, когда «Динамо» переломлювало хит, все было спокойно. Да, ну, я говорю, он очень кричит на лавочке. На лавочке именно он очень кричит. Но когда заходишь в роздевалку, он может подсказать тебе. Не может, он подсказывает. Он не кричит на тебя, пена изо рта у него не идет, как из него делают монстра какого-то. Нет, он подсказывает, по делу подсказывает, что надо защитникам. А на лавочке что кричит? А на лавочке кричит, я думаю, не нормативную лексику. Но я еще не сидел на лавочке, то есть когда он… Ну, что долетает? Вот вы на поле, он кричит на лавочке. Ну, если честно, очень плохо слышно. То он больше для себя кричит? Я не знаю, но я думаю, что бы выговориться. А никогда в тренувальном процессе, в рабочем процессе часто Олег Романович дозволял себе? Он в основном… Выйти из себя, выйти из ревнования? Нет. Ну, сейчас не видел. Я такого полгода этих не было. Может быть было до того, как он работал, может да, он выходил. Но сейчас, я говорю, просто элементарный там подсказ какой-то. И он работает много с защитниками. То есть когда был недельный цикл, он с защитниками работает. И там больше, ну, к защитникам так. Но он им подсказывает, он на них не сильно кричит. Ну, как кричит, но не так, что пеной затарит. Ну, когда он кричит – доходить? Да. Без рукоприкладства доходить? Просто поки-что дай. Да. Без этого. Без этого. Без этого, да? Ну, не секрет, что в «Динамо»… Ну, снова таки, это такая загальнопринята, потому что ты сейчас простуешь, загальнопринята думка, так? Загальнопринятые бачения, как несколько непростых футболистов, как особистых. Моя новая, вот про сладный характер женщины в очереди, там ходят легенды. Ну, я отвечу, как он в коллективе себя ведет, как футболист с футболистом. Это, наверное, про него можно сказать не душа компании будет неправильно, но это сам и заводило вот этих всевозможных шуток, приколов, там, клички он дает, все он раздает. И в быту это, ну, хороший парень, то есть такой компаненский, постоянно общительный. Ну, такие клички, вот, клички он дает, ну, думай, Сидорчук, Сидор, Хачридия, Хач, Ярмола… Ага, это те, которые только… Я не буду рассказывать, я знаю, почему ты меня подбиваешь, но я не буду говорить те, которые они дают там. Ну, давай, ну, окей, давай я по-иншему. Ну, найсмешнейшая кличка, какую винда в комусе с футболистом? Это не футболист, это работает, ну, в персонале клуба, и он… ну, это… он просто котлетка называет его. Котлетка? Да. Ну, это, я говорю, это еще то, что я могу сказать в эфире, а больше я ничем не буду. Ну, так не цікаво, все подвижно. Ага, да-да-да. Ну, я же сам затравился, слухай, ну, а футболистом? Дерлиза, как он называет? Ну, Дерлиза, я не знаю, португало-язычный или испано-язычный, смотрит ли? Ну, они, понимаете, то есть, они, может, смотрятся, но… Ну, вообще, изначально про Дерлиза это был, когда еще Велозу был в команде, они ему дали кличку Буро называли. Буро, 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 Буро. Ну, Буро и Буро, мы его до сих пор так называем. Оказывается, что Буро – это осел. Понимаешь? Ну, это же не мы же придумали ему, то есть… А что Буро – осел, что он тупый? Не, ну, он такой упрямый просто сам по себе, да, такой. Ну, я говорю, у нас сейчас иностранцы, то есть, вообще, все классные пацаны. Ну, еще прикольный был случай про клички, если… ну, это… Бакани. Ну, это, ну, это прикол, это он действительно шутил, но был прикол в том, что он, когда пришел, ну, Ди Мерси – Бакани. Ну, как сокращенно ты будешь его называть там? Ну, и мы же давай, ну, там, переводчика спросили, он говорит, называйте меня Дье. Ну, типа, мы же Дье, Дье… А оказывается, Дье на французском – это Бог. Ну, а Дье Мерси – спасибо, Господи, типа, ну, красивое имя. Да, Дье Мерси, да, красивое. Ну, переводчик говорит… Ну, он пошутил. Так, ладно, и… Тут на сцену выходит Хачериди. Хачик его Бэмбо называет почему-то, я не знаю… А что Бэмбо? Ну, вот так, я не знаю, он просто… Знаешь, что мне рассказывал? Что, вот, нема в команде такого… Да, я понимаю. И это одна из самых больших проблем Динамо Киев сейчас. Я согласен. Что, нема в команде такого… Ты когда-то служник, который пришел, мог дать в диню, если нужно, знаешь. И, ну, в принципе, человеком коллективе, оно иногда серьезно помогает. Я согласен, что должен быть такой, но… Я опять же, я такой человек, я не могу себя, да, там… Если Олег Романович такой человек, он себя так ведет. Я не могу себя, то есть, играть какие-то роли, там, и маски там надевать. Ну, для меня это… Не то, что для меня, если ты у меня хочешь спросить, но для меня это будет тяжело. Но я думаю, что… И вообще такие футболисты… Ну, редкость, наверное… Там еще был кубок Ворхлополкова. Это УПЛ, да. УПЛ, да. Пармерли. И… Был Дима Невмывака. Тогда у нас… Ну, я говорю, что тогда было попасть Дима Невмывака, Сережа Селюк, Леша Годин, ну, он тогда не играл. Вова Оржанов, Верни Дух, Виталик. То есть, там было Вова Полевой. Там только ошибись. Я говорю, там такой отвред на двухсторонке. Я помню, мы играли двухсторонку. Играли двухсторонку. Я играл… Играл за первый состав себе. И плохо играл. Поставили за дубль. Я забил основному составу. И тогда Дима Невмывака мне там… Ну, это не эфирные тоже слова. И он меня как очи постил там. Я говорю, ну, спасибо. Ну, действительно, должны быть тогда коллективы. Просто тогда было… Как-то молодежи преобладало наоборот. Старики преобладали, да. А молодежи было меньше. А сейчас в командах уже наоборот. Молодежи преобладают. Вот Динамо Гусяв есть, да? Да. Старички. Он раздевает. Не, ну… В раздевалке… Я вижу, вот, когда видишь трансляции, он сидит там на лаве. Он может там до кого спидеть, что там рассказать, показать. Это тоже, кстати, человек из той серии, который вообще не любит проигрывать. Гусь? Вообще. Он… Он любые, что там… Любые, там, в два касания. Ну, там, играешь. И он постоянно… Я даже не видел, что… Если он выигрывает, он постоянно подходит, спрашивает, как они сыгрались. Спроси, как они сыгрались. Ну… Да, характер, вот, у него победители. Ну, вот, он… В команде… В команде… В команде… В команде… В коллективе. Чи… Можете так сказать? Он может там напихать, накричать? Чи… Напаки… В трансляции очень часто его выхопливают. Знаешь, на лаве… В трансляции я тоже смотрю, когда он… Я потом… И видно, что он там или… То руки поднимет, опустит так резко, то переживает. Но… Я могу… Он больше подсказывает, наверное, чем пихает так. Но он эмоциональный. Если он будет тренером, то он будет очень эмоциональным. Скажи мне, будь ласка. Шахтар для Динамо. Суперник чи ворог? Суперник. Клубные стосунки передаются на атмосферу сборной? Вот это… Ну… Клубной нет. А когда футболист… Национальная сборная говорит что-то плохое про твой клуб, тогда, я думаю, переносится. В чем это выражается? Ну… Ну, это вообще, как бы… Я считаю, что есть, как бы, клубная политика, да, и есть… Ну, можно так говорить, есть менеджмент, да, который может оспаривать там масс-медиа или что-то, или спорить в масс-медиа. А футболисты должны выходить на поле играть, они… Они не должны… Не должны… Провоцировать на конфликты. Ты памятаешь 1 травня 2016-го року? 1 мая 2016-го… Ну, это, наверное, игра с Шахтером, когда мы 3-0 проиграли? Да. Да. Сталась серьезная бийка. Ты был на поле за час, я за тобой спостерегал. Я зараз, готуючись за наши разговоры, я передивлялся. Мне цикаво было, чем ты занимался в той час. В самодеятельности ты не участвовал. А чему? Ну, я только вышел на поле, ну, на замену, и получилась вот эта вся заварушка, можно так сказать. Но я думаю, если бы это все… если бы я раньше играл, то, может быть, адреналин бы захлестнул. То есть, я тогда здравый смысл присутствовал, и… Ну, я вообще не сторонник того, что происходило в те моменты, то есть, в те минуты на поле. А как Ермола реагировал на эту ситуацию потом, после матча? Вот в раздягальне вы сидели? Ну, как он реагировал, это пусть… Ну, он расскажет, если будет у тебя в передаче. А то, что я потом за ним наблюдал, то есть, он… Он сам понимал, что где-то он сделал неправильно. Ну, давай, снова-таки, два момента. В лютому вы играли в Гингаме. Да. В 2015-м году. Так? Тебе тогда суперник ногу разрезал. Там очень серьезная рана, открыта, глибокая рана была. Судья… Витрясную карточку получил. Я, как сейчас… Винчич, по-моему… Винчич, по-моему… Придвищу было в суде. Ну… Судья не остановит игру. И Ермоленко лупит соперника по ногах. Вначале все показывают, выбейте мяч. Они не выбивают. Судья игру не остановит. Он лупит соперника по ногах, и получает червона карточка. Так? Ты лежит на поле. Это история в матче с Шехтарем. Те, когда Степаненко лупил по ногах. Я же не помню, кто там… Рибалец. Я что-то сказал. Чи Рибалка спровоковала эту историю с Шехтарем. Ну, одним словом, не Ермоленко розпочав ту всю историю. Але він за команду пішов. Так? Він там десь за партнера. Тому що ще до нього почали там смикати один одного. От… Такі відчуття справедливості. Така жага, прагнення справедливості на футбольному полі. Це хороша риса чи погана відносно Ермоленко? Хороша. Але він підводить команду. Для футболіста хороша. Для тренера, якщо… Для команди, для футболіста? Хороша. Так. Ти б, якщо був на його місці, зробив так же. Якщо в Єнгамі случилось… Так, в Єнгамі. З Шехтарем – ні. На позиції центральні ніколи не бувся на полі. А за межами поля? Ні. А взагалі? Так. Взагалі дрався, звісно. Коли останній раз? Після переходу в «Динамо» Києв? Так. В Києві? Ні. А де? В Запорізь. В Запоріжжі? Десь років три. А як було? Так. Мені цікаво. Я вже розказував цю ситуацію. Перший раз чує? Кому розказував? Та я не помню. В інтерві де це розказував. Получилось так, що ми виходили… Я виїжджав з кафе на машине. І там треба було проїхати через проспект центральний. А тут кафе стоїть. І мені треба було проїхати варку там. А тут Гэндальф Стопка. Ну, короче, Забігаловка. Стопка називалась. І я їхав. І мене там остановили… Два чи три человека. Остановили. Ну, що-то вони хотіли. Туди-сюди. Ну, і так получилось, що подрались. Був ще Макс Коваль. То ви їм наваляло? Ну, да. Так? Тайно? Ти скромний. Я взагалі… Ну, подрались. Ну, ти спросив, коли три роки назад було. Слухай, ну… Після тієї знаменитої бійки… Ярмоленко, так? Ну, коли вдарив Степаненко по ногах… Ці говорили стосунки Ярмоленко і Степаненко. Але ж там історія була трошки в іншому. Вискочив на поле Саша Кучер і він вдарив. Зараз… Нормово? Так получилось, що вони все помирились. Тобто, перед Чемпіонатом Європи, все действительно помирились. Тобто, я смотрел передачу Слава Шевчук. Может, він старший, може, що-то більше знає. Але я можу сказати, що вони помирились действительно. І з Кучером і Степанетом. І з Кучером і Степанетом, так? Нормально спілкуватися. Тобто, коли в Італиї в Італию на… Сі семьями, получается, на сбори. Тобто, він і розговаривав з… Ну, Андрею з… С Ані… С Аниними сынов'ями. Тобто, вони общались. Тобто, нормально все. Действительно. Тобто, жодно, ніяко впливатися на Чемпіонат Європи? Я не знаю, був психологічне влияние или какое-то. Но я думаю, что проблема, главное, не в этом. А в чём? Ну, в этом я не знаю. Если буду тренером, то, может… Тобто, главное, быть в клубе штрафхвалы зараз? Да. За що? За те, що мене до сих пор никто не верит. Вот эти шрамы, видишь? Я сломав три пальца. Получається, седьмого января меня пригласил Вова Оржанов. Пригласился играть. Ну, в зале там собирались действующие футболисты. Там много было. И бывший футболист там Демченко, Колодин. И мы, ну, приехали играть. Это 11 часов было дня. И только в первый момент, получается, вот меня бьют. Колодин бьёт. А у меня рука вот так стояла. И попала в руку. То есть… Ну, я сразу, мне подтошнило. И Женя Песоцкий, кумой. Говорит, поехали в областную съездим. Ну, в больницу съездим. Потому что, ну, если тошнить, наверное. Там перелом есть. Приехали ж. Я показываю доктору. Ну, шевелю. Шевелю всеми пальцами. Говорю. Ну, он говорит. Да нет, здесь, говорит. Здесь, может, у тебя трещина чуть-чуть здесь есть. Ну, и сходи на рентген. Типа, посмотри. Прихожу с меня. Он говорит. Да нет. У тебя три перелома осколчатых. Говорит. Да. Я говорю. Он говорит. Да, да, да. Типа, в гипс одели сразу быстро. Я звоню. Сергей Станин Славовичу. В этот же день. Я думаю. А у нас Лига Чемпионов. Как раз получил от плей-офф. Манчестер Сити. Да. Я позвонил ему. Еще позвонил. Но сейчас уже смешно, конечно. Можно рассказать. Позвонил. Говорю. Сергей Станин Славович. И так, типа, руку сломал. Ну, пальцы на руке сломал. Говорит. На руке? Я говорю. Да. Типа, так сможешь бегать, знаешь. И так и не смог. Первые сборы полностью пропустил. А вторые сборы уже начал тренироваться. На скейки штрафовал? Ну, нормальная сумма была. Ну, эта сумма была премией. С премией. Десять тысяч долларов? Ну, чуть больше. Чуть больше. А ты можешь задать свой первый день национальной сборной Украины? Да, это было перед... Это ж еще было до того. Это был Стики из Франции меня вызвали. Плей-офф играли из Франции. Тоже тренером был Михаил Иванович. Ну, первый день. Ну, я как... То есть, не как обычно. Я помню, нас собрали, мы ехали четвером на машине. Потому что я попросил пацана, заберите меня. Потому что, чтобы я там в оморок не упал, когда буду заходить. И мы четвером. Где-то фотография до сих пор есть в интернете. Я иду. Макс, Коваль, Рома, Безус и Ярмол идем. Четвером тут. Первый день я помню, почему он попросил или Ярмула, или Макс, Коваль, попросили Толю Димачука, чтобы он сказал, что якобы новенькие в сборной поют песню на ужине. А нас собрали на обед, типа, и поехали на тренировку. И Толя говорит, типа, в автобусе говорит, что на ужине тех, кто новенькие, поют песню. Он был новеньким, по-моему, только я. Я не знаю, я думал, с автобуса не выйду, не хотел. Какие песни? Какие песни? Только приехал, блин. Какие песни? Не хочу ничего петь. Ну, в итоге они так, типа, я не знаю, что я очень стеснительный. То есть, и специально хотели меня так подковать. Но зато сейчас она вернулась, карма. Макса Ковалья, когда вызывали, я один с него не смеялся, я никогда не кричал, чтобы он песню пел. Но он все-таки пел песню. Ну, а зараз, это традиция уже про Шевченко. Так, и вернулась, так, песни спевать? Ага. И, ну, как пацаны спевают, на твою думку? Ну, футбол лучше играть, чем-то. Чемпионат Европы 2016. Прошло уже 1,5 года. Часто згадаешь? Да. В каком ракурсе? Два варианта. Ну, только два варианта могут быть. Круто было играть на первом для меня великому футбольном турнире. Да. Чей вариант номер два. Сука, а как можно было так обесрать? Когда попадали туда, я действительно, я помню, это такая радость была. Я помню, как ты кричал, когда я Эрмола забивал. Ну, то есть, радость была очень, ну, капец просто. Я говорю, это, наверное, одни из самых положительных эмоций. Вот это кубок, когда Саня Шевковский всю серию пенальти вытащил. И вот этот выход на чемпионат Европы. И потом, когда туда приехали, то есть, все было. Ну, организация, ну и те ребята, которые играли на нашем чемпионате Европы на 2012, говорят, что организация была намного круче, то есть, ну, по всем показателям. Где организация? В Франции или у нас? У нас, в Украине. В Украине, да? Ну, в Украине и в Польше. Говорят, что организация была намного лучше, все было, то есть, и там. Ну, может, то, что дома, и, ну, может быть, из-за этого. Но во Франции, помнишь, тогда были вот эти теракты разные. Я помню, нам предоставляли охрану там, и все, то есть, ну, так особо никуда, не то, что особо, вообще никуда за стенец не выходили, потому что, ну, нельзя было. Боялись, все безопасно, чтобы все было. Ну, что касается игр, то первую игру, когда играли с Германией, еще такого не было, то есть, как то, что ты сказал второе. Потому что, ну, я говорю, нам, когда был Михаил Иванович, нам легче было играть вторым номером. Ну, у нас футболисты заточены на это, и вторая игра, это, наверное, с… С певничной Ирландии, вот там… Слушай, я помню, я помню еще где-то в интернете, прочитал в комментариях, там же где-то на минуте 30 остановили, или на какую игру. Ну, по-моему, да, ты прочитал, что ирландцы заряжены были на бей, а наши – нет. Ну, получилось так, что у нас футболки, у них были футболки как хэбэшки, по-моему, ну, качество было чуть лучше, чем у нас. А у нас футболки, получается, я играю, у меня полностью футболка намокла, полностью висит. Я ее снял и выкрутил, я не менял футболку, выкрутил просто ее и одел. И получилось, это попало в трансляцию, или что, и где-то писали, это вон, наши меняют футболки, этим ирландцам все равно там этим. Ну, я же говорю, а поводу… Но если вспомнить, то мы все проиграли из-за стандартов практически, все игры. А что так? Ну, я не знаю, даже вот сейчас Михалыч показывал… Козлов, опять же, показывал мне статистику, он на базе… Мы сейчас… Я на базу езжу тренироваться, и он на базе показывал мне статистику, что мы пропускаем… Голов со стандартов… 39% пропустили все голов со стандартов. Ну, все головы, которые… Это очень много. Ну, здесь нужно искать какой-то выход. Если мы в команде, допустим, команда, ты целыми днями, ну, каждый день ты видишь партнеров, и ты не можешь решить эту проблему, то в сборной это еще тяжелее. На тренера пришел Андрей Шевченко. Тренер, який… Людина, яка была прекрасным футболистом в минулому. Володарь золотого мяча. Видишь, тебе как счастье из жизни. Мы собрали только… Там было 30 человек. Ну, очень много людей было. И он сразу… У него были, ну, правила такие. Там… На тренировках выполнять все, что он говорит. Второе – это никаких телефонов там в столовой. Потому что, чтобы общение было за столами. И сидеть мы начали, то есть все вместе. Там, если раньше сидели по кругу, то сейчас все вместе. Мы сидели общение. То есть и дисциплина была на первом месте. Публично Шевченко всегда команду поддерживает. Никогда… Я вот не могу прогадать его интервью, когда он сказал, после матча, невдалого матча, что там… В команде той-то… Або команда в целом вина, або футболист в раздягальне. Ну, публично… Окей, я так понимаю, это тактика такая. В раздягальне он может взрываться, напихать кому-то? Да. Кому напихал в последний раз? Из того, что я помню, на разборах… Из того, что я был, это был Эдик Соболь. Правда. Кулуин, а Кулу Соболь где осталось? Играем, мы играли с… Ну, мы просматривали просто перед Хорватами, ну, уже дома, когда… Перед Хорватами мы смотрели ряд каких-то игр там. Ну, удачный момент и неудачный. Там получился такой неудачный момент с Эдиком Игоному на пихот. В этом моменте. Жестко? Ну, в мажах права. Кто больше впливовывает для футболистов среди помечников Шевченко? Мауро Тасотти или Рауль? Ну, вы еще одного забыли. Очень важного помощника. Мальдера? Да. Мальдера отвечает за тактику? Андрея, это вообще, я не знаю, мне кажется, он и спит с этим планшетом. У него все, у него все игры наши, во-первых, то, что ты играешь в чемпионате. Все кандидаты, которые играют, да, там чемпионат, у него все, ну, папки, вот, когда он открывает ноутбук, папки, там, чемпионат Украины, чемпионат Бельгии, чемпионат Германии, все, все есть чемпионаты. Все, все чемпионаты, все кандидаты, которые есть, он всех просматривает, там, даже, ну, они ездят вот на нашу игру, все на бою с вами приезжали, когда мы там играли, лучше бы не приезжали. То есть, ну, они выполняют, я не знаю, огромнейший, то есть, объем, ну, а наивплывающий, ну, мне кажется, там такой больше, как симбиоз идет, нет такого, что кто-то одну работу делает, самую главную, кто-то другую, такую черновую делает, мне кажется, они, вот, даже мы жили, когда в платье, там, идешь спать, ложишься, там, в пол одиннадцатого, в одиннадцать, они еще сидят, смотришь, там, я на третьем этаже жил, смотришь, они еще сидят на втором этаже, в планшетах, в этих ноутбуках, все, все четвером, и что-то там разбирают. Фейсбуку? Ну, я не знаю, мы еще прикалываемся, все весь интернет забирают, мы сидим без интернета, они весь интернет. Вот, просыпаешься утром, идешь на завтрак, там, в 8.39, они уже сидят. Я говорю, это, ну, вот это те люди, у которых нужно учиться играть в футбол и понимание того, каким футбол должен быть и какое отношение. Ну, италийцы, давай, зараз взимем, Тасотти, Мольдера, италийцы, это же адепты тактики, так, в них все подчиняют тактицы. В сборной, так? Ну, тактики очень много, но у них есть еще, то есть, свобода мысли какая-то, которая должна, да, прис... Мы вот, Скосово, это одна из тех игр, которые, ну, я сыграл, да, полную игру, вот, и они очень много подсказывали мне, то есть, как надо, именно в игре Мауро подсказывал, и Андрея уже, Андрея в перерыве, а Мауро уже непосредственно на поле подсказывал, где я должен мяч принимать, и если посмотреть, то действительно, когда я принимал мяч в той зоне, то есть, и была опасность, у ворот, то есть, ну, они, они, понятно, понимают в футболе больше, чем мы. А как подказывать английскому? Ну, он как-то так получается, что язык, ну, ты понимаешь, да, там, спацио, там, пространство, там, ну, ты все... Спацио, я знаю, все-таки, в спацио. Магазин? Я точно тут, на рекламе здесь бывшу, работаю. Не-не-не, я, до речі, там, жодної речі не купив в житті, чесно. Ну, это не для журналістів магазин. Ага. И это... Ну, понимаешь, то, что они там просят. Так что таки спацио? Пространство. Пространство, просто, да. Еще одна отличность функционирования сборной, Андрея Шевченко, те, что очень часто сборы за кордоном, подготовчивые сборы до матча проходят за кордоном. Вот вам, футболистам, как лучше, как легче за кордоном готувати, а еще в Платине? Да мне, если честно, ну, как бы, по большому счету, мне большой роли не играть. Если в Платине мы сделали лучший интернет, то можно и там готовиться. А для чего тебе интернет кращий платить? А мне фильмы дивоись, чи що? Ну, фильмы даже элементарные посмотреть, ну. Там у нас еще Counter-Strike, сейчас мы играем, да? Да, Counter-Strike на PlayStation? Не, на ноутбуках. На ноутбуках? Кто чемпион? Ну, я знаю, в Шахтере ребята там очень серьезные. Мы как-то играли в сборную даже, у нас получилось 5 с Динамо, 5 с Шахтером, играли 5 на 5. Но мы вообще без шансов проигрываем. А ты знаешь, чему? Я тебе расскажу, чему я зараз с Шахтером на Лигу Чемпионов летаем одним литаком. Так, вони в карты не играют, там, на задних сиденьях. Ага, все в Counter-Strike. Ну, я... Ну, я не знаю, в Counter-Strike, но они в компьютерах сидят. Ну, нет, так они не поиграют в самолете, но они очень серьезные, ребята, в Counter-Strike. Кто чемпион? Ну, там команда, 5 на 5. Ну, самый лучший из них играет, наверное, Бодя Будко. Витя Коваленко тоже хорошо играет, Шева, ну, Никита Шевченко. Кривцов хорошо играет. Ну, у них, я говорю, у них банда такая собирается, что Степа тоже. Как воно виходит на матч в Австрия? Ой, я знаю, что ты спросишь. Когда твоя дружина народжет в Киеве. Ну, это... На футболе можно сконцентрироваться в таких моментах? Я, ну, как бы, я хотел сосредоточиться, но я вообще не мог никогда. Ты бегаешь и просто... К тому моменту жена уже родила, но все равно. Сам факт тот, что... Ну, ты на сборах в Австрии. Був би в Платеуме, сів в машину, да поехал, я думаю. Відпросився, або відпустили. Все розуміють, тем больше Андрій Миколаевич. 100% отпустили. Ну, просто... Я говорю, у меня так получилось, что... С первой дочкой я вот в этой поэсиде бегал практически... Не практически, я вышел только тогда, когда жена уже рожать именно начала. А так все сватки я с ней. И... Ну, с двойняшками точно так же было бы. То есть... Ну, просто работа есть работа. И она мне написала, то есть... Она мне написала, это получается, в 12 часов. У нас игра была там в 6. Ну, все равно, ну, ты хочешь, не хочешь, да? Это, может, для кого-то бы это сыграло, но не для меня. То есть мне очень сильно хотелось... К семье. Ну, я думаю, все меня поймут, у тех, у кого рождались дети там. И если они были далеко, то очень хочется в семье. Очень хочется. Не было думки, ведь просили взлетать? Я где-то говорил, что мы... Футболисты, и все мы как... Народ, как солдаты, подневольные. То есть я не могу подойти там, если... Если команда на меня рассчитывает, если в команде... Ну, образно говоря, то я не могу подойти там. То в Европе это нормальная практика? Я знаю, но я еще в Советском Союзе родился. У меня даже свидетельство о рождении в Советском Союзе. Я не знаю. Кира, Николь и Микита. Никита. Никита? Не Микита? Ну, Микита, да. По-украински, окей, Никита. Кто имена придумал, дядь? Скажу сразу. Девочкам я. Хира, это Кира Найтли? Ну, вот, будешь смеяться, да. Николь Кидман? Никита Халков? Нет, Никита это жена, жена очень сильно хотела сына назвать Никитой. Слава Богу, что она на честь Михалкова. Киру мне просто, ну, мне нравилось это имя. Почему-то я не знаю. Ну, а почему она мне нравилась, я могу сказать. Был такой сериал, я в детстве смотрел, «Не родись красиво», и там была Кира. Кира, не помните? Да, я помню. Кира такая, беленькая. Ну, слава Богу, что она не Катя. Да. И вот почему-то мне, ну, и поведение там, и мне Кира, почему. Ну, Кира, Кира, и жене тоже. Ну, красивые имена, я скажу, мне не дуже подобаются. Да? С этим угадали. Да. Комплименты. Никита Сергеевич будет такие все отчества, так Кира Сергеевич, но Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, Кузькина мать будет. Да, 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 не тот, который кукурузой все из Казахстана засадил. Скажи мне, будь ласка, в сколько раз ты стал больше заработать в Киевском Динамо после перехода из Запорежья? Я не пытаюсь цифры, я знаю, что ты не скажешь цифры. Восемь. Восемь разов. Вот, первое зарплатное в Динамо, да? Да. На что ты витратовый? Не в Запорежье, нет. В Запорежье то таке, то дитящее. Первое зарплатное. Ну, я с первого начал отлаживать, потому что я когда уезжал, в Запорожье так получилось, что, ну, я до 18 лет, до того, как я дебютировал в Металлургии, мы еще жили с родителями в общежитии, то есть, и мне надо было, я по глупости своей, и родители тоже не одобрели, я купил машину. Какой? Хонда Аккорд у меня. Хонда Аккорд? Нового в салоне? Не, нет. Не? Это за премию мы купили в первой лиге. Не. Это уже, это я дебютировал, ну, я имею в душе, потом мы в первую лигу этот опустились, и вот в первой лиге, я могу сказать, что премии были тогда, я не знаю, ну, очень, тогда мы за полгода заработали, я могу сказать, очень хорошо. В первой лиге, да. Я просто загадываю, это был той период, когда вы с Севастополем боролись. Да, да, да. И первый же мы закончили с отрывом там в 6 очков. Да, а потом Севастополь. В 8 или в 9 очков мы закончили. Ну, там, ну, ты меня спрашивал, да. И потом, получается, надо было просто, не просто родителям купить квартиру. Я продал машину, то есть мы еще насобирали денег и купили квартиру в Запорожье родителям. И когда сюда приехал, то без машины, без ничего, ездил с Андрюхой Цуриканом. А Цурикан на машине проехал? Фраер. Фраер? Да. Потом начал. Тоже Хондо Аккорд? Нет. У меня было Киа Сит. Киа Сит. И мы, ну, я начал собирать нам машину тогда-то. В Киеве? Да. И? 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 За полгода собирал на машину в Киеве. На машину. Яку? Взял в кредит. Infinity. Infinity. Седан чи джук? FX. FX. Ты хочешь попробовать в своей Европе? Очень хотелось бы. Была пропозиция Фенербахча, если я правильно помню, минулого року. Я туда не сильно хотел. Не дуже хотел? Почему? Чемпионат Туреччины, это и непоганый чемпионат, и хороший бабло. Я смотрю, я сейчас смотрю чемпионат Турции, мне интересно, как там серый рыбалка играет. Серьезно? Дивусь? Да, у меня по телевизору показывают. За рыбалку более важно? Ну, не только, ну, за друзьями там. Просто интересно смотреть. И я смотришь постоянно. После того, как мы сыграли в Турции, вот, в сборной, и потом, когда пацаны играли там с Бешикташем, то есть, из-за их болельщиков, ну, интересно смотреть. Там сейчас я посмотрю, я захожу там в Майскор, да, там играет, смотрю, Турция, Суперлига, зашел, посмотрю, в любую команду зайду, нажму, там, допустим, везде два-три легионера, ну, топовых легионеров, которые поиграли. Ну, а чему ты не хотел в Туреччину? Ну, я же ответил, почему. Потому что я хочу в Европе попробовать. Ну, это ты мне скажешь, да, это Европа, но это нет. Не, ну, я разумею, в Европе, я разумею, топ-5 лег. Ну, да. Топ-5. Мне бы, ну, еще когда даже Ярмола не перейшел, мне нравилось немецкий бунтс. Я тебе разумею, я тебя на сто проценте разумею. Есть улюблена команда? Взагалі. От команды игры, которую ты не пропускаешь? Нет, сейчас таких нет. А я знаю, я борюсь с Дортманом. Ну, сейчас потому что смотрю, да, потому что кунтом играет. Это так, раньше не смотрел. Ну, мне, мне нравилось, мне вообще футболистом, потому что это Джерард нравился. И следил за Ливерпулем. А в детстве, отколи в Запорожжі в двори ганяли футбол, чи там на тренуваннях ходив, ну, экипировки, я же, подозрюю, не видавали, в чьей футбол цей грав? Яка была футболка? Через Станисла Череброва. Ребро? Динамо Киев Ребро? Да. Но его футболка была, но меня спрашивали в детстве, брали интервью, там мне было лет 7-8, и я сказал, что кто любимый футболист, я сказал Демченко Андрей. Назвуй прізвище футболиста, про якого, згадываясь, ваше протистояние на футбольному поле, ты можешь сказать, а как же он меня повозил, скотина? О, сколько таких, Тайсон, Тайсон, Фред, это все футболисты. Весь передок этого шахтера. Возят, тяжко протистояние. Еще есть один футболист, который возил, но я не видел, чтобы людей так обыгрывали, но это, слава Богу, был не я, жуниор, если ты помнишь, в Запорожье играл. Да, помню. Вот это, я таких футболистов еще не видел с такой техницией, честно. Три найкращих футболисты Украинской премьер-лиги прямо сейчас, которые не играют в Шахтере или Динамо Киеве? Мне нравится очень Караваев, как сейчас играют. Ну, не важно, я просто три называю, или места надо распределить. Не, не нужно места, просто три. Караваев, Апанасенко хорошо полгода сыграл очень. Тетяна, ты на Запорезье. Зря в Запорожье базуется. Еще мне нравится в Александрии Бонадо, но... Потому что он Шахтерю забыл. Полярус 2 забыл Шахтерю, дорогой. Я видел. Коломоец. Коломоец? То есть Караваев, Апанасенко, Коломоец. Скажи, будь ласка, ты дивился фильм «Девчина здания»? Зданий? Да, «Девчина здания»? Або фильм «Всесвит Стивена Хокинга». Нет, что, на кого-то похож? Да. Нет, не знаю. Эдди Редмейн. Нет. Не звертал увагу? Что, похож? Ну, вот, поговорят, что схожий. Только Женя моя не показывает это. Она говорит, что я сейчас похудел. Может, к нему приходит? Так, а что-то такого. Похудал, подсушился. Да. Нормально. Сильно. Ну, лучше быть худым, чем таким, как Виктор Евгенович. Ты без него и здесь не можешь, да? Нет, я просто згадую, постоянно думаю про него. Это что, если раз макет вырежет, так, может, вы здесь хоть найдете его? Макет Виктора Евгеновича? Да, может, здесь хоть компромисс найдете? Да, у нас постоянно компромиссы. Да, ты же не дивишься программы, стоит. Ну, я знаю, все, что там происходит. Говоришь, так, все, я уже знаю ответить на вопрос, великий футбол или про футбол? Нет, неправда, я не смотрю великий футбол, честное слово. Ну, про компромиссы знаешь. Большое время футболисты на базе проводят, чем они в основном занимаются? Контрстрайк, я уже понимаю. Сейчас это интернет, Контрстрайк, плюс кто любит книги читать. Сейчас новое увлечение, там, Бильярд появился, то есть открыли Бильярд. Ну, не открыли, она была у нас, просто давно никто не играл. Сейчас в Бильярд пацаны играли. С Гусевым не играют? И Олег Анатольевич тоже присутствует. Не, ну, против него же не можно играть, он в порядке. Я не знаю, не играл, но говорят, там есть новый лидер, Коля Морозюк. В Бильярде? И Морозюк обиграют Гусева, Бильярд? Ну, правда, ему нужен еще помощник, который за ним лестницу носит, потому что он до стола не достаёт. А карты? Карты, то если вы спросите, гармоши, то наверное, святают. А ты сидишь в карты? Иногда играю, да. А правда, что в Динамо, те, кто розумные, не сидят в карты с Кравцем? Ну, потому что он самый умный, да. Ну, он всех обиграет. Он? Кравец. Ну, я хочу сказать, что там сейчас собралось, такие каталы, что там тяжело. Лучше с ними действительно не садится и Крава, и Коля Морозюк, и гармоши. Это вообще гармоши, гармоши, это отдельная тема и карты. А гармоши, карта, отдельная тема. Ты сейчас, ты разумеешь, что сейчас все попадает в заголовки? Не, ну я не к тому, что он там. Он играет в команде, у него постоянно, если посмотреть, как он ездит на выезды, там у него портфель, этот портфель можно вот так сжать, но там обязательно будет 2, 3, 4 колоды карт. Обязательно, и список. Все. Список. Паспорт. Список чего? Список боржників? Ну, да. Ты в карте сколько выиграл на больше? Да, я в основном не выиграю. Поэтому и не играю. Ну, было, было, там выигрывал где-то нормально даже, да, так. По, 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 чем больше пару тысяч. Доларьев? Ну, да. Это не за раз, ты что думаешь? Это 2 месяца идет там играю. Ага. Ты что думаешь, за раз, что ли? Я думал, уже пойти на курсы, тоже карты грати почетно. Да. Парати. Не, не, я не граю, я, до речи, не граю. На метро будешь сидеть. Не, ты знаешь, 14 роков карта не граю. Правильно. Не буду рассказывать, что. Ну, я догадываюсь, из-за характера она. А, ну, да. В какую ты книжку останнюю прочитал? Ну, блин. Ну, я и сейчас читаю. Цифровая крепость Дена Брауна, но я не дочитал. А, я читал твои интервью, ты сказал, что всего Дена Брауна перечитал уже. Нет, цифровую крепость не читал. Читаю. Ну, оказывается, это первая его книга, как бы, наверное. А я не с нее начал. Ее, ну, мне, мне очень понравилось. Из тех, которые на меня самые большие, из последних, это 3 чашки чая. Три чашки чая. Про Мортенсен, да. Грег Мортенсен, там, который в Пакистане строил школы для деток. Який рейтинг FIFA ты заслуговываешь? В смысле? Рейтинг, гра FIFA. У меня есть PlayStation уже. У меня есть уже PlayStation. Ну, там профессионал, мировой класс. У нас вот эти? Нет, цифры. А, ты за вот это за... Да, 80, 90, 100. Каких 90? Не знаю. А футболистов там, если посмотреть, что... Тут в Ермоле 82, 83. У меня что-то 80. В Ермоле, у меня в игре что-то. Я не знаю. Нет, так если бы я сам себе делал, мне бы тоже было там 90. А, Ермола, ты думаешь, сам собі зробил? Нет, нет. Да, я не знаю. 70, наверное. Скромно. А ты ж никак не узнаешь, потому что у нас в FIFA нету. Це проблема. Ага. А що ти слухав в машині, коли їхав сюди? Ти їхав долго? Радио ще слушав, потому что... Долго ехав, потому что пробки больші. И слушал радио. А когда занимался, сейчас у меня... У меня очень много музыки. Но мне нравится, я не знаю, запрещен, въезд ему сейчас или не запрещен. Мне очень нравится Basta. Basta? А що саме сподобається? Number One? Ну что ж, и час нашего традиционного конкурса. Сегодня мы разиграем вот игровую футболочку, бачите, из Лиги Европы. Игровую футболочку Сергея Сидорчука. Для того, чтобы выиграть эту футболку, вы должны ответить на одно вопрос. И запитание, и запитание это такое... Запитание новоречение, звичайно ж... Какой любимый подарок от Дида Мороза был у маленького Сергея Сидорчука? Друзья, я хочу побажать вам всем, чтобы вам на Новый год дид Мороз подарил ваши любимые подарки. А сейчас в нашей программе, в нашем проекте, настаёт новоречная пауза. Пока футболисты отдыхают на Мальдивах, мы, как не футболисты, будем отдыхать на Русановском канале, где зимой добре клюет плотва. Подписывайтесь на канал What's Call Life, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Красава!